Так, собираюсь готовить очень одно интересное и простое блюдо, так как я обожаю свеклу, очень свеклу, капусту в любых ее видах, то беру 2 яйца, можно больше как получится, немножко подсаливаю, размешиваю, беру капусту, режу пополам и режу на такие вот дольки, беру масло, масло у меня гусиный жир, из масла у меня гусиный жир, наверное больше его нету, ладно, надеюсь хватит, нагреваю, дальше беру вот эти дольки, обмакиваю яйца и кладу на сковородку, и жарю с обеих сторон. Можно, если капуста жестковатая, можно накрыть ее крышкой, я, пожалуй, это сделаю, потому что у нас капуста очень жесткая, белокочанная. Между тем я готовлю борщ для Сережи, борщ он называет щи с томатом без свеклы, вот здесь вот купила хвосты говяжьи, вот такие говядины, немножко сварю ими, потому что я это не ем такой борщ. Оставим на плиту, пока мяка посажается, закипит мой борщ, и я буду его варить. Капуста, картошка, зелень. Закрываем и ждем, пока помягчает. Говорят, очень вкусно, честно говоря, я первый раз такой рецепт делаю, меня привезти в это, что это очень просто, и я обожаю капусту. Вот, так что все гениальное просто. И вот представляете, как быстро это делается, уже попробовала ножом, она мягкая. Так, уже снимаем, наверное. Буду пробовать еще, вот не знаю, как оно получится у меня. Сейчас попробую. Новое блюдо, так оно будет тебя рецепт. И еще чуть-чуть, прям чуть-чуть для меня. Очень вкусно. Только немножко соли не хватает. Соль, еще подселиваем яйца. У меня тут не видно. В общем, либо я, либо я, либо кастрюля. Так, раз, два, три, четыре, пять. Хватит. Люблю подгоревшие, совершенно люблю. Особенно, когда капуста подгоревшая или лук. Ммм, вкуснятинка. Вкуснятинка. Так, дальше. Масла, надеюсь, у меня хватит. Все, полкачана у меня ушла на гарнир. Вот такой. И полкачана на гарнир. Все. Даже яйца, наверное, вырезала. Вот так. Какая разница, сколько их там. Все. Красота. Это в дешевушь. Ой, она жаркая. Что-то я ее совсем, наверное, еще одну добавляла. Она жаркая. Ну, хорошо. Двадцать два, двадцать четыре градуса сегодня. И прям замечательно. Для меня это до тридцати градусов. Для меня это вот моя погода. Так, все, сейчас дожарю. А, сейчас я еще это. Нашинкую капусту. Нашинкую капусту. Нашинкую капусту. Картошки немного. Томатную пасту он любит туда. Вот вовнутрь. Так вот. Свеклу не любит. Борща. Ну, правда, все время ел. Недавно мне завели. Мне не надо свеклы. Только томат. Ну, ладно. Так скажет. Вот так вот у меня получилась моя капусточка. Капуста и курица, которой я не показала результат, мне написали, когда я делала в стеклянной кастрюле. Ну, там ничего особенного не было. Вот она обыкновенная курочка получается. Только она в собственном соку там плавает в этой кастрюле. Вот можно с курочкой, можно котлетки сюда положить. Можно гуляш сделать с подливом и все это полить. И прямо универсальный гарнир получился. Так. Сварился мой бульон. Сейчас я закладываю картошку сначала. И как она закипит, закладываю капусту. Так, вот он начинает у меня закипать. И тогда я кладу капусту. Пожалуй, вся войдет. Все. Сейчас это все у меня сварится. И я продолжу. Так, ну все, картошка у меня с капустой сварилась. Я ничего никогда не пробую. На глаз все так у меня. Картошку вот так прижму к стенке ложкой и надавлю на нее. Я сразу понимаю, сварилась она или нет. Все. Дальше я закладываю зелень. Зелень. Без зелени вообще не понимаю, как можно какое-то блюдо делать. Везде у меня зелень. Вот. Заложила зелень. И буквально минуточку-две. Зелень у нас жесткая очень. Хотя это из польского магазина укроп. Петрушка из лида, правда. Петрушка, укроп и лук зеленый. Все это у меня сейчас закипит. И после этого я делаю один фокус. Который, наверное, не делает никто. Но так любит мой муж. И поэтому я так делаю. Так, все закипело. Сейчас у меня есть вот такая томатная паста. Я ее беру. Выдавливаю ложку. Вот. Целую ложку. И вот так вот ее там размешиваю. Он не растворяется. И все. И вот получается такой вот красноватенький супчик капустный. Но Сережа его называет борщ. Ну, борщ так борщ. Борщ по-русски, скажем так. Даже не по-русски, а как это сказать вообще. Для меня это щи. Все. Вот такой вот результат. Но в тарелке уже показывать не буду. Всем пока. На сегодня все. Всем хорошего настроения. Вкусно кушать. И не очень вредно, чтобы было. Всем пока. Согер. Так, мы смотрим комету. Где она? Где? Нету еще рано. Что не взошла. Что за комета рассказывает? Откуда я знаю? Я не знаю название. Ты мне что говорил? Я тебе наговорил название 20С. И там что-то еще куча цифров. Нету еще звездов. Видишь, вообще. Не звездов, а звезд. Звезд. Звездя и так далее. Луна большая. Солнце только село. Еще фонарь светит. Комета до какого числа? До третьего. Вон там она будет. А сегодня у нас 30-ая. 30-ая, да. 31-ая. Еще 30-ая. В общем, ты мне ее сними, как увидишь. А я спать пошла. Откуда я здесь сниму? Я сейчас принесу тебе показать. Да. С неба звездочку. Достай мне. Хочу. Слабо? Да. Короче, вон там будет созвездие Тересея. И влево вниз от него эта комета. Выходит она в 2 часа ночи. Я пошла спать. В 12 ее уже видно. Я пошла спать. В 12 уже.